В центре внимания национального проекта сельские и районные библиотеки. Для небольших населенных пунктов они могут стать центром притяжения. Пилотный проект еще в 2014 году реализовали на базе Лиманской детской библиотеки. Она стала первой в нашем регионе модельной библиотекой. На двух сотнях квадратных метров ни одной перегородки. Зонирование по цвету и по функционалу. Библиотеки становятся новым пространством, где приятно и удобно находиться. Здесь современные буфики, современные стеллажи. Очень удобные стеллажи как для нас, так и для детей. Много интересной аппаратуры и техники для детей. Деньги на модернизацию библиотек в рамках национального проекта выделяют на определенных условиях. Помещение должно быть отремонтировано. Есть требования к персоналу. В населенном пункте обязательно должна быть школа. По 5 миллионов выделяют филиалам и сельским библиотекам. 10 миллионов грантовой поддержки получают центральные библиотеки. Деньги идут на покупку мебели, оргтехники, разработку дизайн-проекта. В декабре 2019-го новую жизнь получила Ахтубинская библиотека. Те, кто давно не был в библиотеке, еще не понимают, что это такое. Но представьте себе в библиотеке молодежный лофт, когда это было. Причем там мебель вся трансформируется. То есть сегодня вы смотрите с молодежью кино, обсуждаете что-то. А завтра вы будете там вместе с молодежью сидеть на ковре и что-то обсуждать. В 2021 году заявку на модернизацию подали Володарская библиотека и Центральная городская библиотека в Астрахани. И у каждой из них своя концепция развития. Всего за время нацпроекта в области могут появиться не менее шести библиотек нового типа. Практика показала, потребность в новом формате у астраханцев есть. До пандемии модельные библиотеки работали без выходных. У читателей появилась потребность заглядывать туда чаще. Элеонор Лем, Игорь Нефиденко, Центр новостей.